Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вы знаете, что я крайне не рекомендую торговать на рынке Форекс, но сейчас я хочу сказать несколько слов о том, чем может быть полезен Форекс для нас с вами. Дело в том, что рынок Форекс, он вне биржевой, во-первых, во-вторых, он круглосуточный, и там есть очень хороший метатрейдер, там 4-й, 5-й, это шикарный терминал совершенно. Как его можно использовать? Смотрите, сейчас ожидается открытие биржи, и сейчас самые главные события, например, на рынке нефти. Ну или, например, начинающие трейдеры, кто только приходит на биржу, они всегда чем пользуются, какими инструментами? Ну, рубль-доллар. Вот, и где это можно посмотреть? Перед открытием можно посмотреть на рынке Форекс, что будет. Вот, то есть сейчас вот 9.48, 9.49, и я захожу на терминал КВИК, там пусто, торги еще не открыты, а на рынке Форекс уже все известно, что происходит на этом рынке, на азиатской бирже уже давно открыты. Поэтому, поэтому смотрите, что я делаю. Я регулярно захожу, у меня установлены мета-трейдер. Я ни в коем случае не рекомендую торговать, но демо-счет открываете, просто для того, чтобы он был... Вот, и, пожалуйста, UK Oil, нефть Brent. Вот, нефть марки Brent, я смотрю, вот уже сегодняшний день начался, 23 сентября, вы видите, и вы видите, что ничего серьезного не ожидается. Вот, поэтому вот так вот я использую. Ну, то же самое, можно сказать, рубль-доллар, но рубль-доллар далеко не каждый дилер Форекса показывает, да и вообще меня это не очень, честно говоря, интересует. Там, ну, евро-доллар, например, ну, евро-доллар уже не такие торги. Вот, но, тем не менее, вот по нефти, а нефть это самый доступный фьючерс на сегодня, наверное, и самый волатильный сейчас по нефти, конечно, можно наблюдать. На рынке Форекс еще очень удобно то, что есть мобильные версии, там, мета-трейдер четвертый, мета-трейдер пятый. И еще раз напоминаю, рынок Форекс работает круглосуточно, то есть перед открытием биржи вы можете посмотреть, что ожидает, например, нефти. И уже поставить какие-то стоп-заявки, например, на покупку или на продажу, потому что вы знаете наперед, что произойдет. Вот такая вот кратенькая информация. Так, сейчас уже без 10, поэтому я сейчас, ну, буду анализировать свой портфель. Ну, вот сейчас давайте посмотрим, сейчас будет уже открытие биржи, я немножечко приосновил. Посмотрите, вот на рынке Форекс, вот оно, закрытие предыдущих торгов, вот оно, падение, потом подросло, вот закрытие предыдущего дня, вот на рынке Форекс текущее положение. Нефть должна сейчас подрасти. И сейчас будут открыты торги. Оп! Что и требовалось доказать, нефть скакнула. Чуть-чуть вверх, ну, что с ней будет дальше, непонятно. Вот таким образом можно использовать рынок Форекс, ну, особенно, когда идут резкие движения, и, ну, надо успеть поставить заявочку. Вот, а о том, как ставить стоп-заявки, правильно, чтобы они не вылетали. Ну, я рассказываю о курсе, на курсе биржи-влечайников. Там есть параметры, которые надо просто вот очень четко учесть, особенно в период резких движений. А в ближайшее время, в общем, сказать, сейчас экономика начинает приходить в турбулентное состояние. И мировая, и, соответственно, такие резкие движения вполне возможны. Ну, типа атаки на Саудовскую Аравию, на нефтяные объекты. Давайте я сейчас покажу, что было, вот, кстати, на рынке Форекс, например, да, во время атак. Вот, это закрылся в субботу, здесь произошла атака, вот как открылся рынок. Ну, если знать это заранее, то что можно было сделать? Ну, уже, в общем-то, ничего, но, может быть, можно было вот здесь вот, вот этот вагон влететь, потому что, вот, видите, сразу все заявки на уже других уровнях были сразу, и потом они опустились, ну, вот, зная, что нефть подпрыгнет, в общем-то, что-то можно было сделать, но, честно говоря, уже поздно, вот, пить боржоны было, вот, потому что сейчас вот она устаканилась на этом уровне. Ну, и посмотрите, ленты Бойлинджера вот сужаются, бутылочная горлышко, куда она пойдет, неизвестно, вот, но куда-то должна пойти, поэтому надо очень внимательно сейчас смотреть за рынком нефти. Здесь самые основные движения, и я за этим слежу сейчас. Это основное мое внимание приковано к нефти сейчас. Ну, а сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Юрий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok